Здравствуйте, меня зовут Миша. Я очень быстро постараюсь про это рассказать. Все основано, в основном только на боль. Только боль, ничего больше. Отдельное спасибо Мише Боргнику за то, что он сделал, в принципе, всю презентацию. Собственно, боль с инфо-окружениями. Все их любят, все их пытаются пихать, и поначалу это нормально, но когда у тебя становится 600 серверов, вот список инф переменных как раз нечитабелен, это невозможно мейнтейнить вообще. Невозможно отдебажить, особенно если у вас еще появляются докер-контейнеры, кибернетисы и все-все-все. Какая переменная потерялась, найти превращается в жуткую боль. Проблемы с Unicode, мои любимые. Кто-то случайно копипастил, запихнул, а там SH старой версии, и все, кровь в кишки. Безопасность отсутствует полностью. Если вы хоть чуть-чуть связаны с PCI DSS, HIPA compliance и всем этим трэшем, то при деплое, там, Chef, Ansible, Buppet, без разницы, что у вас, докер запускает это все, это все у вас попадет в аус-лог. Это все уйдет в ваше лого-хранилище, все ваши секреты, все ваши пароли, и это будет security инцидент, и вам нужно будет передеплоить. Вы передеплоите, у вас все попадает в аус-лог, и все это по кругу. Это еще не вся боль. Вторая боль — это замечательные программисты, которые случайно забывают где-то в каком-то exception какую-нибудь хрень, типа, и случайно все это отдается в клиенте-браузеру, все N-спеременные. Это вообще мое тоже любимое. Вот. Как бы, я всем живу и наслаждаюсь, грубо говоря. Вот. До последнего времени. Вот. Или потом и увольняюсь. И, отчасти, из-за этого и увольняюсь. Вот. Собственно, я искал много разных решений, и... Пришел к этому. И пришел... Да. Подожди, вертись, пожалуйста, на свои консулы. Спасибо. Это должно выйти в трансляцию. Вот. Хашекорбовский консул — потрясающая штука. Есть еще ETSD, ZooKeeper и прочий трешняк. Ну, вот этот самый рабочий вариант. Я с ним полтора года в проде или два. Вот. Он умеет Kiwi или Storage, грубо говоря, записали значения и все прочее. Сервис Discovery, если вы используете. Дружит с Kubernetes, дружит с Nomad, с Marathon, ну, с чем угодно. С Amazon. Умеет Health Checker. Это очень удобно. Вы запускаете сервис, он его проверяет, и если Health Check проходит, он добавляется в Discovery. Watcher — это мега-штука, которая позволяет по событию, по изменению что-то делать. Я чуть-чуть позже расскажу. UI есть для управления, что очень удобно на самом деле. И поддержка ACL, TLS-шифрование и все-все-все. И на Ruby есть потрясающий гем-дипломат. Собственно, как его подключить, как считать, ну, на демо, думаю, все понятно. То есть сервисы — это сервис Discovery, которые зарегистрированы. KV — K-Value Storage, GET — у него есть GET, SET параметры. То есть можно сразу и записывать, и считывать. И то же самое сервис-порт, адрес, сервис-адрес. Там очень много чем можно поиграться. Но если вы посмотрите, то здесь написано паспорт. А как бы plaintext он хранит здесь. Это нельзя использовать, особенно если вы связаны с какой-нибудь безопасностью. Вот. Поэтому здесь замечательная штука HashiCorp Vault. Я очень люблю эту фирму. Вот. Это специальный сторидж для хранения секретов. Всех паролей, SSL-сертификатов, там прочего-прочего-прочего всего. Он имеет кучу аудификаций по токену, по логину-паролю, по лдапу, по яму, короче, оаус. Ну, короче, там куча всего есть, и он очень хорошо развивается. У него есть ACL, которые просто приятно писать. То есть какое приложение, кто как пришел под каким токеном, под какой авторизацией, он получит доступ только к тому, что вы написали в своем ACL. И куча бэкэндов — это где он хранит. Я советую использовать консул как основной бэкэнд. Он хранит там все в шифрованном данной, разобрать это нельзя. И там получается очень классная штука. Он еще имеет хранить в Postgres, в других базах данных. В DynamoDB там и во все. Но у меня он прекрасно работает с консулом. А, еще у консула есть потрясающая штука, он хорошо работает в кластере. Вот у меня три ноды T2 Medium тянут 600 серверов. Вообще без проблем. Ну, он так. Он потрясающе работает в кластере, просто без кластера он вообще не работает? Работает. Работает без кластера. Работает. Вот. Просто приколу. То есть вы на каждый сервер ставите консул агента, который уже коннектится в кластер. Дискаверить он может, опять же, через дискавери консула, либо через API Амазона. Ну, там конфигурации, на самом деле, у него масса. Как хотите, там извращений можно делать вообще немеретно. Вот. И самое удобное, то, что у него есть центр сертификации. Так как у нас скоро грядет май, новый PCI DSS, новые стандарты, отмена всех TLS-ов, кроме 1.2. Новая боль вообще шикарнейшая. Запрет всего и вся. То как бы центр сертификации у вас обязан быть. И выдавать и подписывать сертификаты он умеет. Причем умеет по основному делать промежуточные сертификаты, по запросу выдавать на сервисы. Ну, очень хорошо работает. В продакшене тоже полтора года использует. Коннектиться, ну, грубо говоря, вот тоже очень просто. Только токен я записываю, ну, это один из типов авторизации. Токен я храню в консуле. Грубо говоря, когда кто-то там, злоумышленник попадет, он все равно ни хрена не поймет, что тут написано. Проверено, проверено. Мой пентестер не понял вообще. Ну, дальше мы забираем секрет, это путь, и в нем данные, которые хранятся. Теперь они наконец-то сделали правильно то, что в одном пути можно хранить кучу значений. Грубо говоря, там вложенный JSON и понеслось. Это, собственно, очень удобно. Поддерживается еще, вот с чем это очень полезно. Во-первых, в консуле вы можете передать, допустим, если у вас там кубернтис или что, одну, там, n в переменную, допустим, самую простую. Это, допустим, префикс. И вы его передаете сюда. И у вас тогда получается несколько разных конфигураций. Вы в реалтайме можете переключать. Я там говорил, что есть watcher. Это такая штука, когда вы консул-агенту подкладываете определенный JSON, и он смотрит либо на весь путь, либо на один ключ, и запускает какой-нибудь ваш скрипт. То есть, как только вы поменяли одно значение, он, допустим, пошел и сделал в Ruby-приложении там Grantsful. И оно все пошло, перечитало. Вам не нужно ничего передеплоить. Это очень удобно. И, опять же, здесь же можно задавать версию конфигурации, которую вы хотите использовать. Я же говорю, там извращаться можно как угодно. Это очень хорошо работает с докером в первую очередь. Ну, просто это очень удобно. Консул позволяет импорт-экспорт делать. То есть, его можно бэкапить. Внутри хранит там JSON с B64, ну, как обычно. Волт не позволяет ничего бэкапить. Ну, просто он не умеет. Но он, так как он хранит все в консуле, поэтому бэкап у вас разворачивается с ним. Спасибо.